Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Садчиков Игорь. И вот, посмотрите, вот такая кухонька получилась. Сейчас сделаю панораму, посмотрю, как все это будет выглядеть. Вот такая вот она есть. Есть, конечно, еще мелкие недочеты, но это все в процессе пуска наладки будет устраняться. Вот это шкафчики. Как раз там вентиляция видна, потолок, фонарики. Такие вот, но они бликовать, наверное, будут. Фонарики расположены как раз над, хотел сказать, ремонтной зоной, рабочей зоной, чтобы хорошо освещать. Вот. Вот так вот это выглядит. Кухонька, конечно, маленькая, получилась эконом-класса. Но, тем не менее, вот так вот все интересно. Тут кронштейн подготовлен, потом маленький телевизор станет. Холодильничек. Вот такая вот кухонька получилась. Ну, по крайней мере, все необходимые рабочие инструменты вошли. Инструментами я их называю. В данном случае варочная панель газовая, духовка электрическая хорошая, мойка глубокая, шкафчики, посудомойка. Сейчас поближе посмотрим. Вот так вот все это выглядит. Смотрите, какая мойка хорошая. Что мне нравится? Здесь глубокая такая мойка. Сейчас возьму линеечку. Грубо говоря, линейку. И вам размеры. Смерю. Так. Вот. Начнем отсюда. Вот, представляете, какие размеры. Вот, если их видно. Вот, есть и размеры. С этой стороны. Так, сейчас с этой стороны приставлю. Вот, посмотрите. Если размер будет виден. Ну, я думаю, что видно будет. Вот. И глубина. Самая главная. Глубина. Так. Не влазит она сюда. Ну, вот так. Приблизительно можете глубину. Приблизительно посмотреть. Вот так она выглядит. Глубина. И что мне еще нравится. Так, сейчас секундочку это положу. Вот. Что мне здесь нравится. Здесь такой вот ведерочко есть. Вот так вот туда все, грубо говоря, падает. И это потом ведерочко достаешь. И можно вытряхнуть его куда-нибудь в мусорку. Очень хорошо, так удобно. Ну, вот такая мойка. В такую мойку, считайте, целого судака можно засунуть. Грубо говоря, водички налить. Пробочка еще существует, чтобы закрывать все это дело. Водички досюда набрать и в водички прямо очистить, чтобы по всей мойке чешуя не летела. Большущая такая глубокая, хорошая мойка. Очень понравилась мне. Так. Кран высокий такой. Тоже хороший кран. Вот так вот можно его показать. Шаровый там. Холодная, горячая вода. Ну, это понятно. 21 век. Дальше. Единственное, что какие плюсы и минусы, допустим, у этого крана. Высота. Высота большая. Высота большая. И, соответственно, струя идет длиннее. Ну, и брызги больше бывают. Нужно мыть в самом низу, иначе брызг будет больше. В этом плане. Ну, и в чем еще, допустим, недостаток? Была раньше маленькая моечка, да? Мало посуды накидывалось. А сейчас такая большая мойка. Накидали полную мойку вот такую посуду. Думаю, ребята, молодцы. Чем больше мойка, тем больше посуды накидывает. Ну, здесь варочная панель хорошая. Газовая. Трехкомфорочная. Маленькая, узенькая. Три такие штуки. Значит, что хочу сказать. Вот эти вещи нагреваются. Так что, если вы выбираете, будьте к этому готовы. Дальше расстояние. Вот здесь, вот когда все это дело горит. Расстояние досюда тоже нагревается. То есть, если рукой... То есть, смотрите, какая столешница, какого качества, прочности будет делана. Вот тоже как бы. И что самое хорошее, сейчас как раз угадали. С этого года все эти газовые панели должны быть с газконтролем. Вот она как раз с газконтролем. И мне нравится, как вот эта большая включается. Сейчас покажу. Большущая вот такая горелка. Прямо вот одно удовольствие. Три литра за пять минут или за три минуты прямо закипает. Вообще хорошо. Классная вещь, нравится. Здесь дальше, соответственно, духовочка с таймером, со всеми делами какими-то. Не знаю, там что-то внутри лежит. Ничего не лежит. Если будет видно, хорошая электрическая духовочка. Не пробовали только? Смотреть, как всем этим вопросом пользоваться. Так, что еще тут интересного есть? Здесь интересного есть. Вот прикупили такую вещицу интересную. Здесь досточки всякие. Тоже так удобно, хорошо. Так, тут шкафчики всякие под мойкой. То есть там всякий шурум-бурум. Я уж как бы так не буду открывать. Здесь посудомоечка уместилась маленькая. Что характерно, хорошо тоже. Вот посудомоечка нормально поместилась. Тут тоже всякий шурум-бурум. Я уж как бы под открывать не буду. Но вот нравится здесь с доводчиками, с такими. Получаются все шкафы с доводчиками. А здесь еще, здесь бутылочница уместилась тоже. Я уж так не буду открывать там, мало ли там. Чего попадется, не знаю. Вот. Так. Ну вот так выглядит решение техническое. Такое придумали. Здесь вот холодильник. Холодильник, да? И чтобы боковину не пачкать от плиты, поставили еще фартук сюда. Вот так вот загнули. Вот сейчас показать это, идти подальше. И показать его. Вот как раз видно. Смотрите, да? Очень удобно довольно-таки. То есть здесь не будет пачкать, если что, помыли их боковину. Ну, многие с этим страдают, что боковины холодильника потом от жира отдирать необходимо. Так. Дальше у нас что тут есть? Есть вытяжка. Ну, вот такую вытяжку сделали. Здесь также шкафы различные существуют. Тоже с доводчиком. Здесь. Здесь у нас как бы вот такое решение получилось. То есть нажимаешь, и шкаф открывается. Вот. Поэтому такая ситуация. Так, далее. Ну, вот вытяжка такая. Выкатная. В принципе, удобно, хорошо. Здесь свет существует. Вот он есть. Свет. И включается. То есть вот здесь вода. Выключил. Клапан сработал. Вот. Вытяжка заработал. Три скорости. Ну, нормально. Как раз рассчитано на кубатуру кухни. То есть все по науке сделано. Там находится вентиляция. Сейчас отойду подальше, и светлее будет видно. Вот она. То есть все положено как. То есть сейчас она открыта. То есть как газовики требуют. То есть все туда прямо уходит напрямую. И потом там внутри обратный клапан. Он закрывается при работе вентиляции. Сейчас он открыт. То есть проток воздуха есть. Так. Ну, это вот с одного угла. Так. В принципе, показал. Сейчас развернемся в другое место. В другое место у меня здесь. Смотрите. Ну, поскольку кухонька маленькая, и надо места как-то больше сделать. Поэтому сделали вот такой вот пенал. Вот такой пенал сделали. Вовнутрь встала микроволновка. С другой стороны. Вот. И он практически тоже так вот по высоте. Чтобы еще можно было какую-то посуду, еще что-то необходимое туда укладывать. И здесь такой сверху тоже пенальчик сделали. Чтобы можно было тоже что-то положить. Ну, потому что все эти угловые шкафы много ничего не наложишь. И вот такой пенальчик тоже вот с доводчиком. Все с доводчиком. Интересная такая штука. Вот. Тут, соответственно, ложки-вилки хранятся в этом месте. А уж не буду так сильно показывать, что там лежит. Доводчики. Интересно. Вот. Вот такой пенальчик сделан. Тут столик такой поставлен. Маленький. Но, наверное, скорее всего, еще меньше столик поставим. Здесь просто... Сейчас вот это уберу. Клееночку такое положение на столик. А так столик довольно-таки красивый. Там, ну, красного цвета. Маленько не в тема, но вот таким образом. Вот так вот оно все получилось. Вот такой пенальчик. Хороший. Ну что ж, кухонька такая маленькая, эконом-класса. Так что не судите строго, но тем не менее, функционально. Можно что-то сделать. Все-таки как-то жить еще 5 квадратных метров, сами понимаете. Но здесь надо рабочей зоной, соответственно, фонарики светятся. Фонарики разным способом загораются. Сейчас они на максимальном горят. Так, что-то еще хотел показать. Сейчас вспомню, может быть, покажу. Пока вот так вот. Пока включили музыку. Холодильничек. Ну вот еще раз показываю кухню. А, здесь еще что-то есть. Вот здесь вот какая-то штука. Вот. Ну вот, наверное, в принципе, все. Сейчас я следую подальше, чтобы показать. Так, маленько полушопотом говорю, потому что 10-11 час, народ еще спит. Народ спит, поэтому вот так вот сделана самая кухонька. А, да, что хотел показать. Здесь угловые вот эти шкафы открываются нажатием. Так, а здесь у нас вот эта вот сушилка. Открывается она вот таким образом. Так, вот так вот открывается и пошла наверх. Вот так вот переламывается, если видно. Пошла наверх и закрывается. Здесь посуды различные. Так уж не буду показывать. Сейчас попробую сбоку показать, что тоже с доводчиком работает. Вот так вот раз. И вот закрывается. Так, наверх она переламывается. Вот такая вот система. Но по-другому не сделаешь. Так что вот так вот. Вот вид с этой стороны. Помедленнее попробую провести. Потому что иногда, мало ли, камера может не так это все передает. А значит, смотрите, еще над варочной панелью маловато, конечно. Надо подлиньше. Вот поставили вот такую штуку, зелененькую, квадратную, стеклянно. Но это для того, вот это вот она. Это чтобы там последняя горелка горела. Ну, соответственно, чтобы фартук не шибко запортить. Как бы предохранитель такой еще одна. Она стеклянная такая. Ну, и на себя тепло берет. Соответственно, фартук не так будет быстрее портиться. Можно подлиньше чуть-чуть сделать. Ну, где-нибудь найдем, потом подлиньше возьмем. Ну, пока вот такая. Обыкновенная доска, по-моему, разделочная. Стеклянная только что-то такое, не знаю. Поставили. Ну, вот таким образом фартук сделан. И вот, смотрите, здесь соединительная такая планка. Так что, когда... Ну, потом я еще один ролик сделаю, вам уже все плюсы и минусы расскажу, как все это дело делалось. И вы уже, соответственно, поймете. Вот, как бы так вот. Ну, мойка мне очень нравится. Глубокая, хорошая даже. Несколько посудомойка это, чем мойка. Вообще, замечательная такая моечка. Одно удовольствие. Ну, вот, в принципе, как бы такой обзорчик сделал. Холодильник заработал. Ну, что ж. С вами был Садчиков Игорь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вам все это нравится, нажимайте на колокольчик. Пишите различные комментарии. Не пропускайте следующие видео. И всем большущий приветик. Ну, и самое главное, строго не судите. Вот, как смогли, так сделали. Кухня маленькая. Тем более, в наш сейчас современный кризис. Все кругом так накатилось. Ну, по крайней мере, получилось функционально. Ну, всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok